Привет, ребята, с вами Владимир и вслед за видео про поступление в магистратуру в университет США давайте сейчас обсудим, как же поступать на бакалавры в университет США ни для кого не секрет, что американские университеты возглавляют международные рейтинги такие университеты, как Гарвард, Стэнфорд, MIT, знакомы многим из вас и не только вам, они известны на весь мир и я думаю, что у нас бы не было никаких социальных сетей если бы когда-то Марк Цукерберг не создал внутриуниверситетскую сеть в Гарварде под названием Facebook и если бы потом ее не скопировал, дуров, и не создал ВКонтакте прежде чем я приступлю к объяснению пошаговой инструкции поступления в университет США очень важно будет отметить, что получение гранта на обучение в университете США на бакалавра гораздо, гораздо сложнее, чем получение гранта при поступлении в магистратуру или тем более аспирантуру, то есть PHD тех из вас, у кого много денег, это волновать, конечно же, не должно а вот тех, у кого денег не так много тем я бы, конечно, рекомендовал сначала получить базовое образование в России а потом уже на магистра и в аспирантуру поступать за рубеж ссылка на видео про поступление в магистратуру будет в описании как бы сложно не было получить грант на бакалавриат в университет США такой шанс есть я в одном из своих видео на примере Гарварда детально рассматриваю, как это делать и кто может претендовать на такой грант а сейчас давайте же детально рассмотрим, как поступать в университет что может порадовать многих из вас так это то, что ЕГЭ при поступлении в университет США нафиг никому не нужен за исключением, конечно, тех ЕГЭ, которые необходимы для школьного сертификата вот школьный сертификат у вас должен быть превосходный и очень важно понять, что подать документы в университеты США нужно гораздо раньше, чем это происходит в России документы нужно подавать осенью за год до поступления и что же конкретно нужно сделать? первое, что вы можете сделать, это заполнить заявку в Common App это просто онлайн-анкета, где вы пишете данные о себе о своих хобби и постарайтесь не выглядеть таким, знаете, просто средним ботаном обязательно обогатите свои достижения какими-то хорошими результатами в спорте, в искусстве, в музыке в Common App вас попросят написать эссе на одну из выбранных тем типа, расскажи о событии, изменившем твою жизнь но такой муры нет в европейских университетах а в США почему-то такие истории любят это очень важное эссе и ему действительно стоит уделить время расскажите о каком-то событии, которое действительно как-то перевернуло вашу жизнь как-то заставило вас стать сильнее, измениться в лучшую сторону например, это, не дай бог, конечно, может быть, там, болезнь какого-то родственника которая заставила вас поставить перед собой цель по, там, борьбе с этой болезнью выучиться на фармацевта или, там, биолога и вот помочь людям избавиться от этого недуга университет видит, что к нему идет студент, для которого учеба это не просто ради учебы а для него получение знания требуется для конкретного важного дела которое потом поможет как-то улучшить общество и вот это обучение, это его первый шаг на пути к какой-то важной цели цели его жизни важно отметить, что MIT является исключением для Common App и туда заявку нужно подавать отдельно также есть и другие университеты-исключения например, это университеты, название которых начинается с UC это будет UC Berkeley или UCLA заявка заполняется всего лишь один раз и принимается очень многими университетами что значительно экономит ваше время чтобы подать в один университет в Штатах с вас берут плату обычно в районе 70 долларов но можно также договориться с университетом и некоторые университеты могут принять заявку бесплатно это называется Fee Waiver в Common App у каждого университета есть своя вкладка так что в дополнение к общему для всех университетов эссе о котором я уже говорил вы также должны отправить в каждый университет свое мотивационное письмо и это очень важная часть вашей заявки тут вы отражаете все свои достижения и результаты победы в международных олимпиадах написанные статьи и книги участие в социальных проектах и опыт работы и очень важно подавать это все не просто каким-то несвязанным набором фишечек а увязать это все в одну историю которая красиво и планомерно объясняет как все ваши достижения помогут и как они нужны для именно той учебной программы на которую вы подаетесь в университет например вы победитель всероссийской олимпиады по химии помимо этого возможно вы принимали участие в каких-то научных экспериментах в одной из ведущих фармацевтических или там химических фирм мира еще наверняка вы принимали участие в одной из престижных летних школ по своему профилю и возможно вы также уже имеете какие-то научные патенты зарегистрированные сделали какие-то научные открытия и вот обладая всем этим багажом сейчас вы хотите поступить например там на биохимика или фармацевта чтобы изобрести лекарства от рака что необходимо для очень успешной заявки я детально рассматриваю в одном из своих видео ссылочка будет в описании помимо всего прочего от вас потребует подать результаты теста SAT это американский аналог нашего ЕГЭ тест проходит и длится 4 часа проводят его 7 раз в год нужно будет сдать математику, письмо и чтение на английском кроме этого есть и предметный специализированный SAT-тест как и в России факультеты в университетах могут требовать сдачи для себя конкретных специализированных тестов зарегистрироваться на SAT можно на сайте College Board в этом случае вы сразу же можете указать университеты в которые вы бы хотели отослать свои результаты это будет сделано автоматически и в этом случае рассылка по университетам ваших результатов будет бесплатно но я не советовал бы вам так делать лучше сначала получить хорошие результаты а потом уже за небольшую плату рассылать их в нужные вам университеты будет очень нехорошо если университет получит провальные результаты вашего теста даже если потом со второй попытки вы сдадите тест превосходно все равно университет будет знать что вы завалили и он может подумать что ага этот человек в общем-то не обладает знаниями он просто по необходимости натаскался на тест и со второй попытки сдал его хорошо то есть фундаментальных знаний как будто бы у вас и нет гораздо правильнее будет поступить следующим образом не нужно указывать университета для автоматической рассылки результатов вашего теста а вот только когда вы уже получили результаты и на сто процентов уверены что они замечательные те которые вы именно хотели и которых хотят университетов которые вы поступаете вот тогда за небольшую доплату вас есть возможность разослать вот эти результаты требуемым университетом помимо этого потребуется сдать английский тест TOEFL и IELTS как технически поддаются результаты TOEFL и SAT теста в Common App нужно будет указать дату и результат своего теста университеты сверят эти данные с теми данными которые они получат от тестовых организаций например для SAT это College Board которую я уже упоминал в своем видео конечно нужно заранее позаботиться так чтобы уже у вас все тесты были сданы с хорошим результатом приблизительно за год до того как вы начнете свою учебу очень важная вещь которой нет при поступлении в российские университеты вам потребуется предоставить рекомендационные письма от своего учителя или там каких-то крутых профов и этот проф он или там рекомендатель он не может просто написать что о это отличный парень или отличная девчонка он должен предмет написать как он с вами взаимодействовал в каком деле вы себя показали он сможет тогда расписать как усердны были вы и как старательно работали каких замечательных результатов вы достигли и поэтому очень важно взаимодействовать с авторитетными людьми с авторитетными известными профессорами а взаимодействие этого можно легко достичь например ездя в летние школы или работая над какими-то совместными проектами еще потребуется отправить оценки из своей школы как я уже вам говорил ваш результат ЕГЭ вообще нафиг никому не нужен чего нельзя сказать о школьном аттестате школьный аттестат обязателен и если вы учитесь в 11 классе то вам нужно будет отправить выписку с оценками за 8, 9 и 10 классы так что лучше заранее позаботиться и выяснить как получить в своей школе официальную выписку об оценках если у вас не требует аттестат при подаче документов в университет то у вас обязательно его потребуют позже при зачислении когда вас интересует поступление в конкретный университет на конкретный факультет то я бы однозначно рекомендовал вам звонить в учебную часть университета не стесняйтесь у меня есть видео когда я звоню в Оксфорд и узнаю как поступить на математический факультет детально можете посмотреть и сделать точно так же ссылка будет в описании к этому видео итак давайте теперь в тихом спокойном месте все подытожим что же следует сделать прежде всего все документы все нужно подготовить приблизительно за год до вашего поступления то есть где-то осенью если вы учитесь в России 11 класса потом что же конкретно нужно подготовить это сдать английский тест TOEFL или IELTS потом нужно сдать SAT-тест SAT-тест вернее сказать после этого нужно быть выдающимся ваше резюме должно включать в себя такие вещи как победа в олимпиадах национальных или международных участие в бизнес и социальных проектах какие-то научные разработки и может быть даже открытия участие в летних школах летние практики какая-то стажировка в международных компаниях спортивные и музыкальные достижения четвертое вам все это нужно грамотно преподнести в своем эссе и мотивационном письме и пятое нужно быть готовым к интервью хоть пункты 3, 4, 5 и смотрятся страшновато к этому всему можно абсолютно подготовиться самостоятельно но если у вас все-таки есть финансовые средства то я конечно рекомендую вам обратиться к спецам вы можете написать мне и я свяжу вас с лучшими профессионалами если вам это требуется за 1-3 года из обычного но способного ребенка можно сделать выдающегося наилучшим образом преподнести его достижения и подготовить к прохождению интервью в лучшие университеты мира пишите мне во вконтакте или по е-мейлу в описании к этому видео если такой вариант вам интересен и сразу хочу вам сказать что пункты с 3 по 5 вообще говоря не являются обязательными конечно если вы поступаете в лучшие в топовые университеты типа Гарвард Стэнфорд там идет жесточайшая конкуренция среди абитуриентов но это требуется не всегда в США огромное количество университетов и вы должны понимать что в капиталистических странах образование это просто бизнес большинство универов работают просто как фирмы предоставляющие образовательные услуги и как результат туда можно поступить не имея вообще говоря никаких серьезных достижений главное платите и хоть как-то сносно сдайте английский и SAT вас в университет зачислят теперь давайте с вами обсудим парочку важных и очень важных лайфхаков при поступлении в университеты США первый из них будет касаться как поступить в университет США не сдавая экзаменов этот путь вполне подойдет тем кто боится сдавать экзамены или не успевает их сдать или по каким-то причинам его проходные баллы недостаточно высоки Pathways это учебная программа для поступления в университет США после нее можно поступить в университет партнер не сдавая TOEFL и иногда даже не сдавая SAT тест Pathways бывает двух типов первый из них организуют частные школы которые сотрудничают с конкретными университетами длина учебной программы составляет приблизительно 8-16 недель кто по возрасту может ехать на программу Pathways это те люди которые уже имеют на руках школьный аттестат и кому уже исполнилось 16 лет если вам меньше 18 лет то во время обучения вам придется жить у принимающей семьи не волнуйтесь школы обычно сотрудничают с такими семьями и это не составит большой проблемы если вам уже исполнилось 18 лет то вы вполне как самостоятельная взрослая личность можете жить на кампусе в общаге либо снимать комнату или квартиру в частном секторе я рекомендую вам следующую стратегию которую я сам лично использовал когда поехал учиться в Ирландию первое что я сделал это поехал жить в общагу при университете и ее я забронировал еще находясь в России потом уже приехав разобравшись на местности узнав какие районы опасные какие нет в каких приятно жить в каких не очень то есть когда вы прочувствовали уже как все обстоит именно в том городе в который вы едете жить после этого я со своими друзьями сконнектился опять же вы нашли уже там себе единомышленников тех людей с которыми вам приятно находиться и тем более проживать вместе мы договорились и уже сняли вместе дом на троих нас было трое пацанов каждому досталось по комнате по программе Pathways можно готовиться на любую учебную программу в университете плюсы учебной программы Pathways это то что у вас зачастую нет экзаменов и то что вам помогут написать мотивационное письмо и подготовить заявку в университете минус это то что в самые топовые университеты по такой программе зачастую поступить нельзя другой вариант учебной программы Pathways это undergraduate Pathways programs при университетах в Великобритании аналогичная схема называется foundation year это по сути рельсы встав на которые вы практически гарантированно становитесь студентом того университета в который идете отмечу что у топовых университетов таких программ нет обычные же университеты например University of Vermont или Oregon State University чтобы увеличить у себя число студентов набирают в университет людей по сути не набравших проходные требуемые баллы ребят зачисляют в университет на программу Pathways где они учатся подтягивают свои знания в том числе и по английскому языку до требуемых университетом после этого просто хорошо сдав экзамены по тем курсам которые они проходили в университете они автоматически вместе с другими студентами переходят на второй курс чтобы понять если в том университете в который вы собираетесь поступать такая undergraduate Pathways program вам всего-навсего нужно зайти на официальный сайт университета и его изучить или просто воспользуйтесь гуглом набейте undergraduate Pathways и название университета можете ли вы работать обучаясь на программе Pathways да, со студенческой визой вы имеете право работать в учебное время в течение 20 часов вы можете постараться устроиться на кампусе секретарем, администратором, библиотекарем или может быть спортивный комплекс ну что ж, теперь давайте с вами перейдем ко второму очень важному лайфхаку который касается того как сэкономить при получении высшего образования в США Нужно просто ехать поступать не в университет в Штаты а в колледж Разница между колледжем и университетом состоит в стоимости обучения и разница эта примерно в два раза вы поступаете в колледж учитесь там два года а после этого поступаете в университет сразу на третий курс и уже там доучиваетесь только третий-четвертые года и получаете диплом университета При этом вы первые два года сэкономили половину стоимости. Плюс такой схемы – это, конечно же, экономия денег. Но есть и существенный минус. Образование в колледже, конечно, по качеству будет отставать от образования в университете. Сразу замечу вам, что аналогичная схема работает и в университетах Великобритании. Что же, я очень надеюсь, что помог вам разобраться и лучше понять, как устроена система поступления в университеты США. Если у вас все-таки остались какие-то вопросы или вы хотите разобрать свою личную ситуацию, то вы можете заказать платную консультацию у меня. Все полезные ссылки я размещу внизу в описании к этому видео. А теперь хватит техничной информации о поступлении. Если хотите продолжить смотреть это видео, то дальше я вам расскажу, почему же сами американцы не учатся у себя дома, а едут учиться в Англию. Мы с вами отправимся из Неаполя на чудесный остров Капри на юге Италии и также обсудим, конечно же, что-то полезное. Мы поговорим о том, почему американцы едут учиться в университеты Англии и как следует поступать вам, какую страну для обучения лучше выбрать. Ребята, вот это вот за спиной, это мой домик в Неаполе. Я живу как Карлсон, а вот там сам Неаполь. То есть я прямо на самом потолке этого города. Смотрите, какой вид прекрасный. А сзади еще вон там, вон, там море. Прямо вот тут вот минут 5, наверное, 10 идти, не больше. Вообще шикарно, да? А, ну, если хотите, я вам покажу квартирку. Она более чем скромная. Сейчас мы зайдем. Это просто такая вот студия малюсенькая. Тут темновато. Надеюсь, камера возьмет. Вот, просто там кроватка, холодильник, туалет, кухонка, столик. Все, все, что есть, но самое классное, конечно, в этом жиле самое классное, это местоположение. Сейчас вот солнце все, наверное, белым зажарило, все высветило. Но, надеюсь, камера адаптируется. Местоположение, вы понимаете? А вот тут я проведу свою научную конференцию. Ну, вернее, я ее проведу внизу у моря, а здесь я буду проводить вечера. Так, ну, сейчас ранненькое утро, и мы отправляемся на остров Капри. Полезли с крыши вниз. Забрались с вами на кораблик и поедем на остров Капри. Портовый Неаполь. Смотрите, какие огромные корабли. Очень смешные у них носы. А сзади сам Неаполь, вон он. Ну что, мы с вами отправляемся на остров Капри. Очень красивое, замечательное место по описаниям, в общем, всех, кого я тут встречал. Многие, кто приезжают в Неаполь или из Соренто, которые находятся вот там сбоку, все едут на этот остров посмотреть на его красоты. Потому что, ну, это считается что-то вроде Ниццы, там во Франции, да, там южный берег Франции, такое все, фишенебельное. Вот Капри, это такое же местечко рядом с Неаполем. Туда где-то примерно час надо плыть на пароме. По-английски это называется ferry. А как это называется на итальянском, я даже не знаю. Как-то я на пальцах тут объясняюсь. Очень народ такой догадливый. Все, я очень классно все понимаю. Смотрите, какой красивый Неаполь. А сейчас я вам покажу. Вот там вот вдалеке есть такая, вот она, видите? Зелененький купол. Вот я, моя крыша прямо рядышком с ним. То есть вот там вот я живу в Неаполе. Смотрите, видите, за моей спиной просыпается везувий. Ну, не то, что просыпается. Если он проснется, конечно, тут нам всем будет жарко. Но просто утро наступает, и он еще покрыт туманом. Вот смотрите, покажу вам, где мы сейчас. Красным отмечен Неаполь. Вот это огромный, прекрасный город. Вот ниже, сейчас я в круг поместил, это город Соренто. Тоже очень красивое место, но пока там не было. А вот сюда, вот на этот вот замечательный, чудесный остров Капри, мы и направляемся. Вон синеньким наш корабль нарисован. И сейчас мы движемся напрямую к этому волшебному городу. И пока мы с вами едем на остров Капри, вернее, плывем, я бы хотел с вами начать очень интересную тему. Почему американцы едут учиться в Англию? Почему они едут учиться в Оксфорд и Кембридж, тогда как у себя дома они имеют очень замечательные университеты, да, там Гарвард, Стэнфорд, MIT. Но почему-то они все-таки едут. Давайте разберем детально, почему именно. И стоит ли вам делать так, как делают они. Ну что, мы с вами прибываем на сказочный остров Капри. В Англии американцы едут учиться прежде всего, потому что образование там стоит гораздо дешевле. В Оксфорде, например, она стоит приблизительно 35 тысяч долларов в год для иностранцев. Тогда как в Гарварде, в аналогичном по уровню университете, образование будет стоить аж 70 тысяч долларов в год. Кроме того, вы же знаете, что сейчас из-за Брекзита фунт еще больше падает, то есть образование будет еще дешевле и дешевле становиться. Именно поэтому, чисто из-за денег, американцы едут подешевле, но того же уровня университета. Теперь давайте поговорим о вас. Что же лучше для вас? Вы посмотрите на этот замечательный берег. Да, остров Капри не зря славится. Да, девушка с нами попрощалась. Ну вот мы с вами и на острове Капри. Итак, почему едут американцы, мы разобрались. Теперь давайте поговорим и о вас. Что вас объединяет с американцами? Вас объединяет то, что вы для европейцев все понаехавшие. Вы все чужаки. И поэтому, как только вы получите свой диплом, точно так же, как и американцы, вас просто выпрут, если вы не найдете работу, еще будучи студентом. Только те старательные ребята, которые когда учились, не тусили, а занимались поиском работы, только они смогли уже договориться с каким-то конкретным работодателем, что он оформит им рабочую визу. И тогда вот они в Англии после выпуска из университета смогут дальше оставаться, ну и уже работать вместо учебы. Ребята, слушайте, произошла какая-то фигня. Оказывается, я вообще не на острове Капри. Я, похоже, перепутал этот паром и сел. Я на каком-то острове Иска оказался. Ну, я думаю, что это тоже будет неплохо. Сейчас нужно как-то посмотреть, что тут есть. Вот. В общем, да. Ну, блин, не знаю. Как-то так получилось. Найти такого работодателя дело вообще непростое. Дело в том, что даже не все работодатели имеют право оформлять к себе сотрудников иностранцев. То есть какая-нибудь мелкая фирма просто не может это сделать законодательно. Обычно это только какие-то крупные корпорации. Они там ранжируются. Там работодатель класса А, там, другого уровня. В общем, это все не так просто. И только какие-то серьезные конторы, доказав, что они не могут найти специалиста вот среди европейцев, смогут оформить вам рабочую визу. Поэтому, видите, Англия в плане трудоустройства после окончания университета это как бы еще та конфетка. Слушайте, не знаю, как вам, а мне нравится, что мы не на тот остров уплыли. Тут сейчас что-нибудь интересное даже найдем. Вообще, очень красивый островок. Даже, я бы сказал, он такой более какой-то тесненький, маленький. Он отличается от Неаполя. Что-то такая глубинка итальянская. Она и есть глубинка. То есть, я думаю, здесь, когда вне туристического сезона, это вообще, наверное, просто дыра. То есть, это остров, до которого нужно там полтора часа плыть на пароме. Да, что-то пляжи на этом острове не очень молодежные. Вообще, вообще не очень. Вообще, я не езжу по европейским курортам, но многие друзья мои, которые ездили, вот они мне рассказывали, что вообще говоря, да, пляжи отличаются тем, что как-то здесь не особо много молодежи. Хотя в Барселоне, скажу, отличный пляж. Вот, а заметьте еще, какая защитная линия. То есть, вот от берега можно отплыть метров на 10, да, смотрите. Дальше все. Это что такое, это для детей, для этих даже, не для школьников, а для детей, которые учатся в садике, что ли? Что же случится, если вы выберете учебу в Штатах? Американка, понятно, она гражданка, она сможет и работать там потом после учебы, но вы, как иностранец, если отучитесь в Штатах, то имеете возможность получить примерно на год по стадии визы. То есть, в отличие от Англии, у вас будет возможность получить рабочую визу без особых проблем. И что важно отметить, что если вы технарь, вот эта рабочая виза в принципе не должна вас заботить, потому что, ну, что Англия, что Америка, технари без проблем. То есть, инженеры, математики, физики, химики, программисты, то есть, они все абсолютно без проблем смогут найти себе работу. Но если вы гуманитарий, то для вас, ну, там, я в том числе имею в виду, там, даже, мне кажется, не, наверное, к юристам это не относится, но если вот вы там какой-нибудь искусствовед, историк, эколог, лингвист, вот это вот все дело, то в большинстве случаев, экономист тоже, кстати, в большинстве случаев вам будет проблематично найти работу, особенно обычно еще требует проходить вот этот испытательный период, и, ну, вам никто не даст рабочую визу на испытательный период. Поэтому, поэтому если вы гуманитарий, то, на мой взгляд, там, это тоже касается, там, менеджеров, это, штаты тоже являются для вас более лучшим вариантом, чем Англия. Если технари, то это вообще не важно. Вот такой вот он курортный островок. Смотрите, какая потрясающая вещь. Мы сейчас в Италии, на каком-то далеком, закинутом куда-то в Средиземное море островке, и сзади меня развивается итальянский флаг, а рядом с ним русский. А, как вам? Ну, 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 вы посмотрите на эту красоту, а! Смотрите, какой остров с замком, а! Ну, кто мог ожидать найти на этом острове еще небольшой островок с огромным замком? Сейчас мы с вами туда обязательно постараемся попасть, и там, похоже, есть какой-то мостик, вот, я вижу. Ну, если даже моста нет, на лодке поплывем. Идемте. Вы только цените этот пляж. Лодки, море и замок. Сзади. А? Ну, это же прекрасно. Смотрите, а там бельишко висит. Все увешано бельем. И такие какие-то трущобки, черепичные крыши. Это же просто восхитительно. А мы с вами дальше идем к замку. И там тоже, вон, я смотрю, очень красивые райончики. Сейчас прогуляемся и там. Тут же и художник. Это тоже тут рисовал. Я уже жалею, что не взял с собой краски. И вы знаете, особое восхищение вызывает тот факт, что я здесь по работе. То есть профессия ученого именно в таких местах как бы подчеркивает свою значимость и интересность. То есть ты мало того, что ты познаешь мир, как я уже говорил там в видео про профессию ученого, ты вот познаешь его не только изнутри, его сущность, но и вот самые прекрасные его проявления. То, какой он есть, какой он замечательный. Я допускаю мысль, что кто-то из моих зрителей, возможно, хотел бы как-то пожить какое-то время там в Штатах, Европе. Или, может быть, даже легализоваться там, получить резидентство или гражданство. И в этом смысле США это будет одно из самых неподходящих мест. То есть там это самое затруднительное, проблематично. И более того, это накладывает очень мощные какие-то в жизни потом проблемы. Если хотите, я отдельно сниму видео о том, почему Штаты вообще не подходят для миграции. Ну, скажем так, одно из самых неподходящих мест для этого. И почему другие страны для этого больше подходят. Обязательно напишите в комментарии, если хотите, чтобы я такое видео сделал. Ну что ж, я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным и поможет как-то свои планы скорректировать, сделать правильный выбор. Я желаю вам всего лучшего, чтобы все у вас получилось и все у вас сложилось. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Субтитры сделал DimaTorzok